Вставай Доброе утро! Лучший свет-то мой! Жень, подожди, ты сама сейчас это придумала? Да, я придумала это сама. Опа, ли березка стояла. Доброе утро, Казахстан! Доброе утро, любимые наши телезрители! Это утреннее шоу «Будильники». Как вы уже успели заметить, Серж Позитив Жень Таранова на страже вашего настроения. И, конечно же, этим утром мы уже заняли свои рабочие места в роли «Будильника». Знаешь, что я еще хочу сказать? Сегодня понедельник, да? Да. А, нет, сегодня не понедельник, я запутался. Это знаешь, почему я запутался? Почему? Потому что я спать лег в 4 утра. Понимаешь, вот что значит не до спать. Сегодня четверг, друзья. Не понедельник. Скоро уже выходные. Скоро выходные. Поэтому сегодня заряжаемся, заряжаемся. Ну, а выходные можно сходить куда-нибудь на концерт. А выходные что еще можно сделать? Поклубиться. В караоке сходить. Вот, кстати, наш сегодняшний гость очень уж любит караоке. Между прочим, он прямо-таки сейчас и направляется к нам в нашу студию. Доброе-доброе утро, Казахстан. Это утреннее шоу «Будильники». Серж Позитив. Женя Таранова, клип закончился и мы в предвкушении гостя. Наверное, Женя больше в предвкушении, да? Почему это не должно быть больше в предвкушении? Ну, потому что когда мужская половина гостей к нам приходит, ты прямо весела. Ну, это да. Поэтому я прямо-таки сейчас слышу уже его шаги. Наверняка он направляется... Доброе утро. Доброе утро. Вот, понимаешь? Я не знаю. Это тебе, Женечка, цветы. И чтобы утро всегда начиналось красиво. Вот, Сережка, теперь каждое утро ты мне даришь цветы. Спасибо тебе огромное. Своё позволение, я сяду. Да, садитесь, да? Можешь присесть. Я сажусь на свой... Ну, рассказывайте, как началось сегодня ваше утро. Настоящий день для меня на сегодняшних гостях, друзья. Сегодня я проснулся ровно в семь, потому что очень много дел. И вот так, да? И да, целый день на самом деле расписан. После вас тоже еду, еду, еду. И до вечера буду... Ага. А вот он... Бывает такое, что ты в три дня проснулся? Бывает, что я в шесть вечера проснулся. И в шесть вечера просыпаюсь, да? О, просыпаюсь, да. Ну, как все творческие, наверное, люди. Если я прохожу в девять утра, то я, наверное, до шести, до семи могу. Если у меня нет никаких мероприятий и таких серьезных дел, то я себе позволяю выспаться, потому что это моя слабость. Мне кажется, у каждого творческого человека, да? Слушай, ну вот ты вот открыл глаза, потянулся. Вот что дальше? Что дальше? Идешь купаться, принимать душ, потом завтрак. Я люблю завтракать. И потом уже знаешь, что к чему. И неужели вы не залазите в телефон и смотрите соцсети? Нет, это обязательно. Лайки. Ты не успеваешь открыть глаза. Комментарии. Что значит в Инстаграме? И сразу, и смотришь, кто где пропадает. Если тебе кто-то солгал, что он где-то там в Москве, и ты видишь, что в Павлодаре человек сфотографировался в аэропорту, и ты понимаешь, какие вруны иногда. Какие люди бывают, понимаешь? Я на самом деле не сторонник того, чтобы выкладывать те блюда, которые кушаю, на самом деле. Но иногда вот забываюсь и начинаю тоже там корректировать. Бешпарма, какой-нибудь шашлык. А что по большей части выкладываете тогда в Инстаграм? Ну, раньше я очень часто выкладывал, очень часто фотографии выкладывал. Сейчас я стараюсь реже. И такие особые моменты, когда приходишь к таким хорошим людям на передачу. Это тоже интересно. Мы появимся. Мы появимся. Все, мы тогда спокойно. Вот такие какие-то приятные моменты, где я получаю от чего удовольствие, я буду выкладывать. А такие застолья, такие праздники. Честно говоря, если я буду все снимать, что происходит в моей жизни, все праздники, которые происходят. Это будут только блюда, рестораны, города. У меня уже пишет одна моя знакомая из Краснодара, она пишет, хватит хомячить. У меня уже все фотографии. Вот, кстати, насчет хомячить. Утром-то что ты хомячишь? На самом деле... Аксанку? Нет, я кашки не люблю. Я... Бутерброд, казы. Ну, у меня очень хорошая сноха, и она очень вкусные завтраки готовит. Ну, конечно, не тяжелые что-то, такое легкое, чтобы потом пообедать хорошо. А вообще диеты придерживаетесь? Да. Да? В чем вы себе отказываете? Я, в принципе... Ни в чем. Я держу диету, но я ни в чем не отказываюсь. Если я в месяц себе поотказывал, и у меня диета, да, такой промежуток, я бываю очень злым, недовольным. Я начинаю кричать на всех, и меня все раздражает. Потом, когда я начинаю хорошо кушать, я бываю очень добрым. Поэтому я решил, не буду я опасен для общества. Вот, видишь, это... Вот это самое верное решение. А зарядку? Как зарядка это со спортом? На ты, на вы? Ну, в принципе, когда даешь двухчасовую программу, концерт, тогда у нас вот... В основном у меня материал такой, песни такие, где абсолютно зажигательные. И танцевать надо, да? Да, и танцевать надо, и попрыгать. И потом одна песня лирическая, да, в этой программе есть. Их две-три, и то ты в этот промежуток отдыхаешь там. Поднимаешь руки. А так, в принципе, зарядка, концерт — это зарядка. Ну, вот, вернее. Концерт-то каждый день? Ну, если честно, не каждый день. Ну, бывает так, что, когда в день пять мероприятий, ты можешь даже не успевать там только на одну или... На один или на два праздника. А что делает Шамхан Далдая за кулисами? И как вообще обстоят дела его в личной жизни? Как дела обстоят вообще в творческом плане? Мы узнаем сразу же после клипа, друзья. Ну, и, конечно же, для тех, кто еще не знает, для тех, кто только что проснулся, сегодня у нас в гостях замечательный человек. Вот джентльмен, просто молодец. Сегодня у меня такие красивые стоочки подойдут. Женя сейчас все регалии, понимаешь, расскажет. Серж, а тебе я Red Bull принесу. А, по-моему, давай. А, знаете, у меня есть кофе, кстати, я сам смотрю все с утра, чтобы проснуться. Шамхан Далдаев, сегодня он в гостях, друзья. Просыпайтесь вместе с нами. Ты знаешь, хочется запеть песню. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да, это будильники. Из меня, конечно. Это будильники сегодня у нас в гостях. Шамхан Далдаев. Кстати, да, давайте спросим все-таки про этот хит. Не надоело вам его исполнить? Ну, честно говоря, когда ты проходишь отдыхать в караоке чисто для себя, в кругу друзей, и когда тебя начинают миллион, первый раз спросить, ну, давай Кавказ, Кавказ. Я говорю, если бы вы, ребята, знали бы, сколько раз я ее за свою жизнь спел, и ты ее уже поешь, ну, конечно, для зрителей, где я выступаю, в такие большие концерты, или заказ, я ее пою от души. В караоке? Да, там, где платят, я ее от души пою. А вот мне правда интересно, что поют певцы в караоке? Вот пришел, не свои же песни, да? Нет, я абсолютно не люблю в караоке петь свои песни. Нет, я не Билана, у меня какой-то в караоке появляется такой, такая волна страдальческих песен, там, а может ночь не торопить, и все сначала повторить, ну. На такой волне заканчивается. Киркором снег, почему так жесток снег? Ой, это Женькина любая песня. Очень крутая песня, на самом деле. Ну, а есть какие-то веселые прям? Есть там, ой, ты моя, голубка, безумная. Понятно. Я там про верху сердючку, Сума Билана, а там все посерьезнее, понимаешь? Да, у меня очень серьезный репертуар в караоке. Вот мне интересно, Шамхан, а со скольки лет вы начали петь? И где вы это начинали? Когда начинал я здесь, в Алма-Ате, учился в 82-й школе, а рядом был Дом детского творчества. И там начинал, занимался музыкой, вокалом, и где-то в 14 лет так получилось, что меня один человек забрал в Москву, и в 15 лет уже вышел мой первый альбом. Так что такое... В 15 лет уже первый альбом? Ну, вот песня «Кавказ», «Письмо» и другие, это уже в 15 лет. Все-таки песня «Кавказ» — это была вашей визитной карточкой? Ну да, в принципе, когда я ее записывал, я на нее ставку и не делал. Да, ничего себе. Сейчас, когда слышишь «Как я ее исполнил», я такой думаю, сколько ошибок. Сколько ошибок. Да ты тут не попадаешь. А про другие вообще молчу. Ну, самое интересное, что чем ты стараешься спеть профессиональную песню, записать... Тем хуже получается. Нет, не то, что хуже, она какая-то становится вот... Искусственная. Да, люди ее как-то не так принимают. А когда ты чисто как бы по-свойски... От души. Да. И сейчас, в принципе, я ее хочу переделать, конечно. Переделать, да. И здесь пошло ремейд. Немножечко от устроения. Более довольный сделать, ускоренный какой. И все в таком роде. Но все-таки в 15 лет-то пришла популярность. А как же за звездной болезнью? Нет. Нет, она была. Нет, была. Почему нет? Я даже не знал, как справиться с этой популярностью. Я находился в Москве. И мне первый заказ у меня поступил. Самое интересное, что приехал журналист на ту базу, где я находился, записывал альбом. Приехал один журналист и говорит, о, подари мне диск один. И у меня с утра, я еще проснулся, он меня вот так сфоткал. А я не знаю, что уже на Кавказе... Во всех газетах. Да, на Кавказе уже вот эти вот болваночки, как это раньше делалось, пиратские вот эти. И я там с таким лицом, проснувшийся, и весь такой в этих... Понимаешь? Как их называют? Ну, понятно, во-первых. Короче, в этих... Вы тоже не поняли. Это не пират, но у прыщи, да? Да, 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 да. Ну, такой переходный возраст. И мне предлагают, значит, приехать на Кавказ. Я там еще в тот момент никогда не был в Кабардино-Балкарии. И мне говорят, а сколько стоит ваше выступление? Я даже не знаю, сколько сказать. Я говорю, я вам перезвоню. Спрашиваю постарше артистов, которые уже мне там старались помочь. Ну, они сказали сумму. Я пролетаю, там очень много было на сцене артистов. И в конце выступал я. И теперь я думаю, всем цветы дарят. Всех так встречают, всем аплодируют. Сейчас что будет с собой? Меня кто здесь знает вообще? Что я выйду с... Ну, они сказали, спеть песню Кавказа, письмо. И вот я завершал этот концерт. И, значит, объявили меня, и весь зал там. А, вот такая паника. Я такой выхожу со страхом спел. Трислав. Собрал, да. Ну, конечно, потому что, во-первых, я пережал, что меня не знают. А потом я понимаю, как меня не знают. И думаю, ах так, все, и цена подняться нужна. О, теперь появляется. Но года два я был абсолютно зеленым, я не понял. Потому что, во-первых, со мной рядом не было постарше человека из родственников. Потому что мне приходилось одному и выживать, и это давление, это слава. Я даже не знал, как это все... То есть наставника у тебя не было? Не было. Ну, те коллеги, которые постарше были, они мне, конечно, помогали. Поэтому советовали, я еще с ними работал. Вместе ездили, летали. Но дело в том, что я не знал, как справиться. И была, конечно, уже в 17 лет. Вы что, Шамхан? Все увидите. Ну, это такая юность, да. Это потрясающе. Это такая юность. И такая болезнь была юная, да, такая. Ну, а в каком возрасте переболели ее? Ну, я где-то уже в 20 лет уже смотрел зрело на все. И для меня это как бы уже процесс работы, уже начинало поднадоедать. Процесс бизнеса потом включился, да? И бог силы куда-то где-то в это взялись. Для вас тоже не секрет, что в шоу-бизнесе надо быть сильным, да? Ну, это сейчас как-то мудро я на это смотрю. Не то, что мне там 50 лет, мне всего 28 в этом году исполнилось. Дело в том, что вот это образ жизни, да, творческой, меня вот научило быть в тот период уже к 20 годам. Не думать там, о, сколько там я соберу или что будет. Дело в том, что как на это смотреть и как правильно дальше идти. Поэтому вот так вот. Поэтому вот так вот, да? Давай все-таки, Женька, посмотрим клип, а потом вернемся и узнаем много интересного, Шамхана. С удовольствием. Ну что, друзья, мы продолжаем просыпаться вместе с нами. Сегодня у нас в гостях замечательный гость Шамхан Далдаев. Ты его еще не знает. Да-да-да-да, это Кавказ, это его хит. Сколько этой песни лет уже? Ну, получается, мне 28, она вышла в 15. Понятно. 8 плюс 5, да. Ну, больше 10, это точно. Нет, уже лет 15. Уже даже лет 15. Я в 14 лет слушал эту песню. Я бы никогда в жизни не представил, что я буду сидеть с исполнителем этого хита. Самое интересное, когда мне пишут и говорят, любовь моей юности. Или когда я в школе училась, я так любила ваши песни. Я думаю, успокойтесь уже, мне не так много лет. А есть кумиры у тебя? Люди, на которых ты хочешь быть похожим? Нет, не то, что я хочу быть похожим. Я, честно, я ни на кого не хочу быть похожим. Я всегда ищу себя. Никогда не люблю там пародировать кого-то, копировать. Как-то у меня стараюсь быть индивидуальным. У каждого человека есть своя какая-то стержень. Изюминка такая. Ну да, ее найти надо. Вот сегодня мы раскроем тебе эту изюминку. Ты ее периодически ищешь. Дело в том, что, конечно, есть уважаемые мной люди, артисты, которых я очень уважаю. Ну, их, в принципе, немало, которые по-настоящему поют и меня цепляют за душу. А вот из зарубежных артистов с кем бы ты спел в дуэте? К сожалению, Майкл Джексон умер. А, вот он. Вот, да. Но так слушали. Мадонна осталась, понимаешь? Мадонна, честно говоря, я не был никогда поклонником Мадонны. Мне нравится и Бейонсе нравится. Для никого? Нет. Нет, это не наш формат. Да. Она в мясе выходит. Она меня пугает. Еще ночью проснится. Мужчины же любят мясо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вот, кстати, я хотел спросить. Когда вы начинали вот тот шоу-бизнес и который сейчас шоу-бизнес, в чем отличие между тем временем и нынешним? Ну, тогда... Так стало как будто 50. Нет, мне просто интересно. Вот когда мне было 98 лет... Нет, дело в том, что да, он поговорит правильно, потому что все меняется. И сейчас... Раньше артистов было меньше. И каждая песня для людей это было что-то... Вот проживали вместе с артистом. Если это печальная песня, то печали были. Если это радостные, то радовались. Сейчас настолько много артистов, что люди тоже принимать стали это... У нас как-то капризнее, как-то выбор большой. И поэтому... Чем-то надо удивлять, да, публику. Да, угодить сегодня, если ты не летаешь по сцене, то ты вряд ли удивишь. Поэтому ты уже думаешь. Уже не стоять как стол. Сделать так. Либо умереть красиво, чтобы всю жизнь про тебя говорили. Спрыгнуть для вас. А так вот порошок не раскрылся с песней там. Ну, либо что-то такое сделать, на самом деле. Ну, я обязательно в следующем году буду по сцене летать. Летать? Нет, у меня будет шоу. А чем ты удивляешь? Я просто, на самом деле... В мясе выходит, представляете? Я вам скажу честно. Когда ты стараешься, наоборот, сделать такое и удивить, у тебя это не получается. А когда ты просто это что-то делаешь, да, такая вот... Кажется это банально, но просто что-то делаешь и можешь удивить. Поэтому все зависит, я не знаю, от какой-то... Зрители, наверное, есть. Нет, невидимой силы, которая тебя бережет, несет, как-то так. Ясно. Давайте отличаемся от творчества. Ну, концерты, все это, съемки, это иногда надоедает. Вот чем ты в свободное время занимаешься? Такой сплю. Нет, чем только я не занимаюсь в свободное время. Нет, я очень люблю встречаться с друзьями, отдыхать. То есть есть на это время? Конечно, есть. Я, честно говоря, принципиальный человек. Мне, если позвонят и скажут, вот, через неделю какое-то мероприятие, там вот обговаривается так-так-так, когда организатор. И если я вижу, что я в эту неделю уже перетрудился, то я могу спокойно сказать, что спасибо, я в этой неделе не смогу. Я перетрудился. Да, не могу. Там, допустим, мне очень сложно бывает находиться в Караганде, прилететь в Караганду, потом оказаться в Павлодаре, потом в Петербурге, потом в Москве, потом в Петербурге, потом в Краснодаре, потом снова оказаться в Караганде. Ну, это же дороги, они очень сложны. Потом себя мучить тоже как-то не люблю, поэтому я люблю собираться в этот день с друзьями. И просто никогда не лететь. Нет, на самом деле это не говорит о том, что я часто отказываюсь. Есть, конечно, и свободные дни, есть, есть, месяц может быть перегружен, что ты не успеваешь просто. А месяц бывает, что всего две недели заняты. Поэтому это зависит еще, какой план ты хочешь в этот месяц сделать, какие-то съемочные дни, что ты записываешь на студии, говоришь, вот этот период я работаю на студии. Сейчас на Кавказе три студии, я вот записывал тоже, там новый альбом готовится, и в этом году, получается, я уже два альбома сделал, сейчас этот второй будет. Ну, в общем-то, у меня около десяти сольных авторских альбомов, сейчас и второй у меня за этот год готовится. Поэтому есть, когда ты занимаешься в студии, тебе, честно, не хочется ни на какие-то концерты, никуда, а приготовить какой-то красивый материал и удивить людей. Ну, вот мы здесь с многими артистами разговаривали по поводу того, что вот альбомы, зачем их выпускать, потому что сейчас... Это неприбыльно. Это неприбыльно, это все можно скачать в интернете, и все в таком роде. У тебя их десять. Куда ты их штампуешь? Нет, я... Будем отталкиваться от того, что я почти 15 лет на сцене, и поэтому каждый год, если не выпускать хоть один альбом, это... Я думаю, попрощайся, посиди ложись спать и долго спи, отдыхай со своими дружками. Это как у нас пиво. Почему? Так же и стоп-стоп. Дело в том, что я люблю писать песни. Если какая-то трагедия в моей жизни, ну, не трагедия, а какая-то печаль, я иду на студию, я записываю песни, у меня получается писать, 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 и я прям не дождусь, пока вылю это все через песню. И если какая-то радость, я под впечатлением могу записать какие-то такие треки. И поэтому у меня нет таких песен, которые нужно записать ради количества. У меня в каждой песне эта история моей жизни. А ты вообще скажи, пожалуйста, суеверный человек? Может быть, круг рисуешь на сцене, да, только встаешь? Нет, это не нет. Нет, у меня такого нету. Я очень верующий человек. И когда бывают такие моменты, если грустные, то я делюсь с ним. Если мне весело, я говорю, спасибо огромное. Поэтому у меня есть Всевышний, которому я поклоняюсь, которого я очень люблю и который мне всегда помогает. Ну, а вот бывают у Шамхана депрессии? А, конечно, бывают. Пойдет и как ни на неделю, понимаешь? Реально бывает. На самом деле, когда у меня депрессия, и если я себя даю загнать в эту депрессию, она продолжается. Я научился делать так, что долго нельзя не болеть, не должна быть депрессия. Поэтому даже здесь мои друзья, мы не будем называть, они наши общие знакомые есть. Мы следим за Инстаграмом. Они даже удивляются. Я пролетел и так заболел, и лежу уже третий день, у меня температура, я не могу, ну, такая простуда была мерзкая. И я лежу, и ни разу, практически с кровати не вставал нормально, и думаю, как ты, Далдаев, уничтожаешь себя. Внутренний голос такой. Ну-ка давай, вставай, иди, искупайся. А как раз в этот день концерт был, такой кавказский концерт, 25 лет в диаспоре, что ли. Я себя заставил встать, пошел, искупался, все, оделся и с таким настроением поехал. Мне как чуть-чуть легче стало, вы не поверите, я звоню сразу и говорю, поехали сегодня отдыхать. Вот так же нужно бороться с депрессией, поняла? Но с депрессией нужно бороться еще и с хорошей музыкой. И клипами. Что сейчас мы с вами сделаем? Вот кто борется с депрессией, боритесь вместе с нами. И смотрите лучший клип на лучшем музыкальном. Жень, тебе вот приятно держать цветы? Очень приятно. Не шелохнуться в афиге. Я их держу такая крепко, чтобы никому не отдать. Сегодня у нас в гостях Шабхан Далдаев. Друзья, будем говорить сегодня о творчестве, о музыке, о душевном состоянии твоем. Скажи, пожалуйста, вот все-таки хобби у тебя есть какое-то? Может быть, ты магниты коллекционируешь? С каждого города. Как появился инстаграм, забыли про хобби. Наверное, хобби писать песни. Ну, ты сам пишешь все. Да, я стараюсь сам, но, конечно, я от авторских песен тоже. Если мне какой-то хороший автор предлагает, я не отказываюсь. Если это все по душе моей и то, что мне нравится. Если это нормально. Смотри, есть у нас одно замечательное задание тебе. Блиц-опрос. Это вопрос, на который ты должен быстро ответить. Из двух вариантов ты должен выбрать один. Только быстро отвечать, потому что, понимаешь, вот, например, я не знаю, камера-съемка. И вот ты должен быстро-быстро выбрать один вариант. Договорились? Ты готов? Да, вроде бы. Вроде бы? Не думая, понимаешь? Утро-ночь. Ночь. Баран-собака. Собака. Голубой-розовый. Розовый. Маленький-большой. Большой. Толстый-тонкий. Толстый. Добро-зло. Зло. Леонтик Зверев. Вот слышишь, шахана раскрылась. Идюлька его. Леонтик Зверев. Леонтик. Музон это. Музон. Радио-ТВ. ТВ. Дельнац Младива Макбал Сабекова. Макбал Сабекова. Москва-Алматы. Москва. Алматы. Все. Теперь ясно. Нет. Подожди. Слово не воробей. Самое интересное, как я мог зло выбрать. Добро-зло. Зло. Нет, я просто как-то начал. Ты злой человек? Можно тебя вывести? Можно. Только если не накормить, да? Нет. Есть такие мелочи в жизни. Если я вижу, что или мои друзья, или те люди, которых я люблю, уважаю, если они как-то начинают поступать по отношению ко мне как-то неправильно, я злюсь, я могу это высказать. Если человек начинает оправдываться, я, наверное, это и не слышу. Мне надо главное высказаться, сказать. Поэтому где-то да, есть, конечно, идея. А вы умеете прощать? Умею. Я всегда прощаю. Вот баран собака была. Собака, да, ты сказал? Домашние животные есть? Домашние животные есть. У меня была... Понятно. У меня был маленький котенок. Уже слово была, я, да? Нет, у меня был маленький котенок, и он абсолютно сам, это когда я был на Кавказе, он плакал там за дверью, именно... Ты оставил у одного котенка? Нет, мы его взяли, он болел, и на самом деле я его возил к врачу, как... Ветеринар. Да. Я в школе только музыкой занимался. У меня по всем предметам тройки такие слабые. Я недавно смотрел эти стад, и смотрю, там музыка 5. Вот, призывание. Этот кот, ну, этот котенок, он умер, и после этого у меня вот такая... Трагедия. Трагедия, да. Я думаю, ты в скором времени... Трагедия, Трагедия. Трагедия, Трагедия. Он живой, нормально, сейчас им не надо. Так. Почему Макпал Селекова, а не Дельнас? В принципе, мне нравится творчество и Дельнас, и Макпал, и просто выбор один стоял, и таким же успехом я мог сказать и Дельнас. Хотя песни Дельнас, наверное, я знаю больше, и люблю больше песен ее, и она очень талантливая девушка, потому что она очень давно поет, и я помню, когда еще учился, она пела. Вот так вот, представляете? А я бы хотел спросить про стиль ваш. У вас есть стилист какой-нибудь, который подбирает вам что-то, или вы сами? Ну, раньше пробегал. Прибегал, пробегал просто. Пробегал. Эй, чувак. Ну, в принципе, если... Я тоже вначале не умел не одеваться нормально, я смотрю, там какие-то съемки, как ты, как мог ты, эти туфли, вот эти остроносые, которые я сейчас ненавижу просто одеть, там полу с таким этим, ну, короче, стиль. Ну, вообще... Но больше классика у тебя, да? Ну, это сейчас, потому что... Ну, в обычном... Ну, можно тебя увидеть в кепке, там, в очках, там, в какой-нибудь... В той же караоке, если в какой-то я захожу, они видят меня, если у меня настроение такое, что мне хочется одеться в классику, такой, быть солидным, то если два дня у меня, да, какие-то праздники в этом же заведении, которые могу сам себе устроить, то я на второй день могу... Это буквально недавно было, есть такой певец Ренат Мальцагов и Дилани, и вот буквально по моему прилету я турал Дилани и Ренат Мальцагов, мы встретились и сидели, отдыхали. Получилось так, что это уже на второй день, и мне... Ну, я еще не заезжал домой просто на второй день. Вот так, да, я еще не заезжал домой, и на второй день мне что-то не хочется их одевать, я так такой полусонный, я говорю, поехали, посидим, говорю, в караоке, и дайте мне что-нибудь ваше одеть. На мне половина было Ренатовские вещи были, половина было Дилан, не знаете, да, как одевается? О, ничего себе! Я такой был рэпер, и захожу в одно караоке, они такие на меня смотрят, я говорю, не переживайте, я сегодня просто... Все нормально! Поэтому я могу и в такие... В принципе, у меня есть и разные стили, я люблю и легко одеваться, и в классику. В основном на концертах, конечно, у меня вот такой стиль, что классика. То есть в стразах тебя увидеть невозможно, да? Думаю, стразы, это все... Как Филиппу Киркорову. В принципе, это его образ, и если он людям нравится в этом... Единственное, главное, Филипп, когда юбку одел, вот это уже меня как-то... Вот это уже смучило, да, немножко? Я уже начал думать, петь ли мне Киркоров снег, песен в караоке. Вот маленький-большой, мы имели в виду автомобиля, у тебя ты вообще водишь? Ну, по настроению, да. Нет, я привык, что меня возят постоянно, поэтому... Отлично, вот этот мне ответ больше нравится. Вот на этом ответ, пожалуйста... Потому что у меня нет столько денег, чтобы каждый день выезжает, давать гаишникам, как это правильно выразиться? Холым, холым, пусть будет. Холым, да. Не будем говорить правду всем на наших гаишниках. Потому что я бы нарушал за рулем очень сильно. Вот на этой студии как раз мы такие и закончим. Но начинаем смотреть Криплером сейчас и просыпаться, друзья, вместе с нами. В следующей студии подведем итоги, ну и, конечно же, пожелаешь всем топ-равого утра. Конечно. С дыханием природы вставай, вставай. Ну, теперь нужно... Альбомы ты выпускаешь один за другим. А клипы? Как ты с этим делал? Кстати, я немного видел на Ютубе клипов. Нет, в принципе, у нас вот на Кавказе именно, у нас такого нету, чтобы там постоянно снимались клипы. У нас, к сожалению, это редкость. Наверное, первый артист, из которых снял клип, это был я, на песню «Письмо» у Гуви Илахуновой, «Респект студия», тогда еще, в 2006 году. И, в принципе, с этими перелетами, когда ты постоянно пишешься, ну, я вот до своего отлета должен был снять здесь клип, уже подготовился, в принципе. И так получилось, что мне надо было срочно вылететь. Я обязательно в следующем году обязательно сниму несколько сразу клипов и впущу их в ротацию, потому что клипы должны быть, какая-то история должна быть. Но у нас вот это не так обязательно на Кавказе, да, снимать клипы, к сожалению. Но я думаю, что… Ну, а вы будете снимать. Ну, я буду обязательно. Понимаете, все после Нового года клипы снимают, потому что сейчас на банчат, на корпоративах, заработают на клипах. У меня никогда не стоял вопрос, чтобы, как бы, по финансовым, да, возможностям снять себе клип. У меня просто всегда стоял вопрос так, что вот по времени. Если я здесь, надо же подготовиться к этому клипу. Мне не нужен там дешевый маленький клип, который там ходишь. Ну, тебе нужно, чтобы там лакшери. Да, чтобы там была история. Допустим, у меня песня, где, да, моя история личная, я же не могу ее просто дать режиссеру, который мне просто сделает гадость из этой песни. И я как-то серьезно подхожу к этому. Уже время, наверное. В общем, ты во всем процессе принимаешь участие непосредственно. Да, везде я. Везде я понимаю. Шамхан, а вот смотрите, вы, получается, находитесь какое-то время в Казахстане, потом в России, потом на Кавказе. А где все-таки ваша родина? Где душа прям поет? На самом деле, если я родился в Алма-Ате, если детство мое здесь прошло, конечно же, я очень люблю Казахстан, Алма-Ату, но город Грозный и Алма-Ата для меня, это Казахстан и город Грозный, для меня это как бы две родины, которых одинаково я люблю. Ну, живу я в Москве, да? Я, честно говоря, в Дубай на один концерт полететь на неделю и остаться там три месяца. Это тоже у меня бывает. Тоже бывает такое. Так ты нас с тобой бери, не забывай. Мы с тобой будем летать. Я знаю, вы тоже, знаете, еще те гуляки. Будем уже вместе гулять. Ну что, спасибо тебе, что этим утром ты был с нами, что я очень много всего интересного рассказала. Вот твоя камера, можешь сказать нашим зрителям что-нибудь. В первую очередь хочу сказать вам, мне очень приятно встретить это утро с вами. Очень рад, что сегодня вы меня пригласили. Серж, очень рад тебе, желаю тебе всего самого лучшего. Женечка, тебе тоже желаю всего самого лучшего. Спасибо. И пахнет, и пахнет, и пахнет, и пахнет, и пахнет, и пахнет. А нашим дорогим зрителям хочу пожелать самое главное здоровья. Всему Казахстану хочу пожелать всего самого доброго. Пусть мир будет всегда, и люди, чтобы всегда друг друга любили, понимали и ценили. Дай Бог вам всего самого лучшего. Спасибо тебе большое. Давай, говори. Просто Сережа хотел что-то сказать, но, видимо, пропали у него слова. Ну да ладно. Словарный запас кончился. Скажу я, друзья. Ну что ж, спасибо тебе еще раз огромное. Доброе утро тебе. Давай радуй нас своими хитами, новыми клипами. Не забывай про нас. И, конечно же, как только ты выпустишь новый клип, чтобы мы сразу его видели на телеканале. И спасибо Музону, лучший канал. Ну что, друзья, увидимся сразу же после клипа. Пока. Просыпайтесь вместе с нами. Да, 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 да. Это Кавказ. Мы сейчас, Сережка, уже начинаем петь свои любимые песни. Знаешь, мне все-таки не верится до сих пор, что я в 14 лет слушал эту песню, подпевал ей, а сегодня сидел с человеком, который ее исполнял. Слушай, а человеку-то всего 28 лет. 28, а мне тогда было 14. Ну, все-таки это круто. А ты как думаешь, может быть, нам все-таки с тобой с телеведущих уйти и допеть? И может быть, тоже какой-нибудь хит выпустим? Знаешь, мне кажется, если мы пойдем с тобой петь, нам нужно сначала записать какой-то хит. Все-таки артиста делает песни. Слушай, хотя давай лучше все-таки с тобой начнем с караоке. Чего и вам советую. И, конечно же, просто начнем с хорошего дня. Да, Шамхан рассказал, что мы когда-нибудь увидимся в караоке, споем с ним и, возможно же, возродится трио. Вот посмотрим-таки, как Шамхан Далдаев держит свои обещания. Мы помним, понимаете, все. Ну что, друзья, вот так вот час наш незаметно пролетел. Всем хочу сказать огромной-огромной любви, много улыбок и, конечно же, самого... Мирного неба над головой. Самого позитивного дня, друзья, потому что если у вас будет хорошее настроение, значит и люди вас будут окружать только хорошие. Оставайтесь, друзья, на Лучшем Музыкальном, а мы увидимся с вами завтра. Субтитры создавал DimaTorzok